В минувшие дни агентство «Вестник Кавказа» сообщило, что в отчете Государственного комитета статистики Азербайджанской республики 12 024 гражданина Азербайджана зарегистрированы как родившиеся в Ханкинди и покинувшие его в 1991 году в результате оккупации вооруженными силами Армении. Они имеют полное право вернуться в родной город в соответствии с пунктом 7 трехсороннего заявления глав трех государств. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев указано в пункте. Реакция армянской стороны не заставила себя ждать. В частности, пресс-секретарь армянского премьера Манек Геваркян стала отрицать этот факт, что присуще армянам свойства и поведение. Геваркян, отвечая на вопрос армянских СМИ, о достоверности информации о возвращении азербайджанцев, заявила следующее. «Распространяемые в СМИ слухи о поселении азербайджанцев в Степанакерте являются дезинформацией. К сожалению, некоторые армянские СМИ становятся инструментами и своей деятельностью способствуют распространению в армянской среде ложной азербайджанской информации», – сказала Манек Геваркян. Но вслед за этим заявлением Геваркян, отказывающаяся признавать существующую реальность, пришлось все-таки признать право азербайджанцев на возвращение к родным очагам на родной им земле. В трехстороннем заявлении есть пункт, согласно которому беженцы вернутся туда, куда должны вернуться, а по части количества «я не в Азербайджане и не представляю эту страну», – сказала она. По мнению азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, армянская сторона продолжает по-своему видеть эти реалии, что не соответствует общим трендам и общим представлениям, которые имеются не только у Азербайджана, но и у соседних государств – России и Турции. «Я изначально очень скептически относился к любым высказываниям армянских официальных лиц, касающихся перспектив мирного урегулирования или же перспектив создания новых условий для формирования новой геопередической реальности в этом регионе. Армянской стороне нужно очень внимательно подходить к заявлениям и действиям азербайджанской стороны в частности. Если мы заявляем, что свыше 12 тысяч азербайджанцев должно переселиться в Ханкинди, значит, это будет одним из важных пунктов последующих согласований», – заявил Велизаде в беседе с корреспондентом «Канал 13». К сожалению, армянская сторона продолжает по-своему видеть эти реалии, что не соответствует общим трендам и общим представлениям, которые имеются не только у Азербайджана, но, скажем, у соседних государств – России и Турции. И я думаю, что здесь армянской стороне нужно очень внимательно подходить к заявлениям и к действиям азербайджанской стороны в частности. Если официальные представители Азербайджана заявляют, что свыше 12 тысяч азербайджанцев должно переселиться в Ханкинди, значит, это будет одним из важных пунктов последующих согласований. Мы знаем, что в трехстороннем соглашении пункт о возвращении всех беженцев на места их постоянного проживания был. И руководствуясь этим пунктом, азербайджанская сторона сегодня проводит оценку ситуации, в частности, уточняет списки лиц, которые в ближайшее время будут возвращены. Здесь, причем, надо сказать, не только в Ханкинди они будут возвращаться, но и в Ходжалы, во многие населенные пункты Аскеранского района, бывшего Аскеранского района, и в нынешнего, сейчас это административное деление, скажем так, уточняется, но в любом случае, вот на территории этого района будут возвращаться Ахдаринского района, бывшего Ахдаринского, ныне Татарского района. Вот на эти территории будут возвращаться азербайджанцы, которые проживали здесь до конфликта. Вернее, уже их потомки, их семьи, вот они должны будут возвращаться. Поэтому, в данном случае, армянской стороне нужно быть предельно внимательными к заявлениям азербайджанской стороны. С другой стороны, непонимание вот этих реалий, к сожалению, непонимание сложности, остроты вопроса еще до войны, привело к возникновению военной ситуации. Ну, вспомним, еще недалеко летом этого года армянская сторона абсолютно отрицала возможность возвращения семи районов. Их все официальные представители, лидеры оппозиционных партий, в один голос утверждали, что это невозможно. Но через несколько месяцев то, что они говорили невозможно, стало реальностью. Еще в октябре, со слов президента России Владимира Путина, мы знаем, что выдвигались требования армянской стороне вернуть в город Шушу всех азербайджанцев. Армянская сторона была против, но по итогам военной кампании город Шуша перешел под контроль азербайджанских сил. Еще, скажем, несколько недель назад армянская сторона призывала жителей Кельбаджарского, Лачинского районов не покидать своих, вернее, не своих, чужих, в данном случае, азербайджанских сел и мест, где они временно проживали. Однако пришли миротворцы и их оттуда попросили. Теперь вот очередное нелепое заявление, которое не вяжется с условиями достигнутого трехстороннего соглашения, где прямо прописано, что все беженцы, включая азербайджанских, на территорию Нагорного Карабаха необходимо вернуть. И азербайджанская сторона сегодня скрупулезно вот этим вопросом занимается. То, что армянская сторона не хочет принимать эти реалии, это проблема армянской стороны, потому что потом эти реалии как бы сами постучатся им в дверь. Хотят они открывать эту дверь? Не хотят, никто и у них спрашивать не будет. Поэтому я думаю, что следует в данном случае больше внимания уделять на действия азербайджанской стороны. В частности, кто эти люди, которые, семьи, которые будут возвращаться в места их постоянного проживания, как этот процесс будет реализовываться, какие согласования будут проходить в том числе с миротворческой миссией. Вот это более практические, или практичные вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня и которые более интересны. Что касается заявлений армянской стороны, тем более стороны, которые никакого отношения ни к Нагорному Карабаху, ни к зоне конфликта не имеют, а теперь уже фактически документально не имеют никакого отношения. Они абсолютно, скажем так, безосновательны и абсолютно несерьезны. Это несерьезно.